В лирической манере я должна представить следующего спикера. Это большой мой друг, который очень сильно помогает мне, не только мне, дизайнерам, и сейчас не только дизайнерам, а представителям разных индустрий, вправлять мозги, честно. Делать все системно, раскладывать все по полочкам, и за это я его ценю, за это мы с ним в партнерстве уже много-много лет, и, конечно же, всегда он является спикером дизайн-конференции и раз в год вправляет мозги, раскладывает все по полочкам. Завтра у него будет целый день на это. Ну а сегодня такой тизер, и мой друг, партнер, и, как я люблю говорить, самый системный дизайнер Станислав Орехов. Друзья, давайте его приветствовать вашими аплодисментами. Давайте меня приветствовать, приветствовать. Всем привет! У нас сегодня много работы, классно и полезно. Давайте. Кто сегодня хочет поработать чуть-чуть? Кто готов? Да, готовы? Сегодня я подготовил две важные части. Это как привлекать клиентов и как продавать клиентам. Поэтому будьте внимательны. Слайдов много, 90. Можете не фотографировать, я презентацию потом скину. Будьте здесь и сейчас, сосредоточьтесь. Презентацию я всю скину. Итак, технология продаж, дизайн интерьера и не только. Эта технология подходит куда угодно по методу 7 на 7. Это мой метод. Обо мне. Коротко. Вот такие проекты мы делаем. Лучше всего проекты, говорят, разные. Просто сейчас пощелкаю. Мы не столько по дизайну, сколько по бизнесу будем. Но вот компания у меня создает разные стили, разные проекты. Работаем мы уже около 15 лет. И очень любим свое дело. Такие вот объектики у нас. Спасибо, спасибо. Вот большой, кстати, очень классный проект делали. Москва, Сети, там терминалы, залы. Работаем на зарубежном рынке, на российском рынке. Теперь обо мне чуть-чуть как о личности. Презентация. Красивый дом я себе построил. 800 метров. Сделал классный дизайн. Люблю путешествия. Посетил более 50 стран. У меня собачки в Таиланде бегают. СМИ, публикации, крупные проекты, зарубежные проекты, конкурсы, награды. В общем, как Игорь Ман говорил, презентация имеется. Выступление. Книга, энциклопедия, дизайн и комплектация. Возможно, кто-то покупал. Может быть, есть здесь такие люди. Есть, поднимите руки. Супер. У кого еще нет, обязательно рекомендую. У нас стенд есть, там можете посмотреть. В офисе у меня это онлайн-встреча. Я помогаю сейчас ребятам, в том числе общаюсь с клиентами. Из США у нас есть такие телемосты. Поэтому я оборудовал студию. Там же записываю подкасты. Если есть желание, тоже пишите мне. Запишем подкаст прямо у меня в доме. Все, в принципе, презентация закончена. Теперь переходим к делу. Для чего презентация? Всем рекомендую такую сделать, для того, чтобы быстренько состалось впечатление о человеке. И сюда не обязательно проекты запихивать. Не только проекты. Можно еще добавить, конечно же, о себе. Какие-то разные интересные вещи. Это поможет другим людям, даже просто быстро промотав, составить впечатление. Это очень-очень важная часть. Здесь должно быть, это поможет каждому. Давайте посмотрим. Сегодня я хочу поговорить не только про дизайн, а вообще в целом. Я этой темой занимаюсь, наверное, уже 10 лет. Развитием бизнеса, продажами. И сейчас я специально всегда готовлю презентацию накануне. И вот все, что за последний год у меня было сделано, что у меня в голове, что самое важное, я сейчас хочу вам дать. И даже мы несколько упражнений с вами сделаем, потому что сегодня у вас будет уникальная возможность сделать свое позиционирование, сделать свою уникальность и так далее. То есть это очень просто все делается, на самом деле, если не усложнять. Смотрите, самое первое, самое основное, что есть всего четыре стратегии заработать денег. Всего четыре. Мы либо делаем больше клиентов в то, что у нас уже продается, для этого мы делаем себе маркетинговые инструменты. Это могут быть автоворонки, это могут быть рекламы и что-то еще. Второе и возможное, это дополнительно увеличить свою пропускную способность не количеством, а качеством. И мы берем уже премиум клиентов. Здесь у нас нужно немножко подкрутить свое мышление, изменить портфолио. Все-таки это нужно для того, чтобы выйти на новый уровень. Третья тема, чтобы заработать больше денег, это систематизация, потому что один поле не воин, у нас будет большое количество уже людей постепенно нарастать. И для этого нам нужна система. Без системы работы ничего не будет. И четвертая возможная позиция, это создавать себе проекты новые. Например, обучающие могут быть проекты, могут быть какие-то смежные. Кто-то производство открывает, кто-то рестораны, кто-то становится инвестором. Кто чем еще занимает. То есть это немножко выход за рамки уже дизайна. Для того, чтобы начать вообще, нужно понять, в какой стратегии мы идем. Потому что это четыре ключевые стратегии. Но в любой из этих четырех стратегий будет все, что я буду говорить дальше. Вот сейчас можете себе первое задание тоже взять и вы выделить себе, какое направление вы на этот год себе берете для развития. И в другое не выходить, пока вы полностью в стратегию не пойдете. Рекомендую выбрать себе одну из четырех. Дальше. У меня есть система 7 на 7, которая мне пришла, когда я отдыхал. И там она сделана так, что у нас есть 7 уровней дохода от 50 тысяч рублей до 10 миллионов в месяц. И сделана она за счет того, что мы растим свои навыки. Поэтому обучение это очень важно. И через обучение мы добиваемся увеличения количества денег. Здесь 7 навыков и 7 уровней дохода. Вот так она выглядит. Детально тоже, если будет интересно, потом пришлю. Это по сути такая таблица умножения, где мы видим закономерность нашего обучения и нашего уровня дохода. Когда мы посчитаем, я вам, если будет интересно, тоже дам технологию, как посчитать и увидеть, как увеличиться. Суть в том, что вот они навыки. Они у нас 7. Первое – это понимание себя, кто мы. Второе – это создание себе продукта, на котором мы будем зарабатывать. Третье – в любом случае маркетинг. И четвертое – это продажи. Пятое – это креативным способом сделаны проекты. Шестое – команда. И седьмое – это личный бренд-известность. В том числе, что мы сейчас здесь делаем. И растя эти навыки, у нас получается уровень дохода растет. Вот по таким уровням. От 50 до 10 миллионов. Почему такие цифры? Я заметил, когда общался с большим количеством людей, предпринимателей, дизайнеров и не только, что у нас есть некие стеклянные потолки. Они примерно на этом уровне. У меня есть тоже майндмем большой. Тоже в дальнейшем могу вам показать, как на этих уровнях есть залочки как в голове, так и в навыках. То есть нужно их убирать. К примеру, на 50 тысяч рублей как выйти? Надо начать просто проявляться. На уровне 500 тысяч рублей, чтобы миллион зарабатывать, нужно делегировать, нужно убрать перфекционизм. Каждый навык нам дает рост в доходе. Это вот вводная пока база, чтобы вы понимали, на чем это строится. Сегодняшняя наша тема – маркетинг-продажа. Было заявлено только продажа, но я как не пытался, я думаю, что в основном это все равно в комбинации работает. Потому что если у нас есть навык продаж, это, конечно, очень хорошо, но надо, чтобы было кому продавать. У кого есть вопросы по привлечению клиента еще остались, чтобы они приходили? Системно? Много? Есть. Отлично. А у кого есть клиенты, но продаж, как вы думаете, не хватает сейчас? Есть. Меньше. Вот как я и говорил. Смотрите, чтобы было и первое, и второе, нужно делать и первое, и второе. Поэтому мы сейчас этим и займемся. Что такое маркетинг? Это сделать так, чтобы клиенты к нам приходили. Что такое продажа? Сделать так, чтобы они у нас покупали. Смотрите, смотрим, когда клиент купит, исходим из определения. У него есть проблема, он ее готов решить, ему откликается наш способ, который мы ему предлагаем, он нам доверяет, и ему подходят условия. Цена, срок и формат, который мы делаем. Это вот тоже база. Соответственно, чтобы это все было, нам нужно над этим поработать. Не бывает так, что оно само бывает. Когда продаж нет, когда мы продаем не тем людям, не то, что им нужно, и когда мы не проявляемся, то есть вообще ничего не предлагаем, клиент нас просто не видит. Что делать? Решать проблему. Почему не получается? Давайте посмотрим. Что вроде бы очень все просто, пока и легко. Семь критически важных пунктов, которые важно сделать. И сейчас мы их разберем. Даже, может быть, вы все их решите, у кого они не разобраны. Смотрите. Первое. Нет позиционирования, нет уникальности, нет единой стратегии. Ну, собственно, не буду повторять. Сейчас мы все это и разберем, и даже сделаем. Смотрите. Позиционирование. Первое. Кто хочет себе сделать позиционирование, может сделать это прямо сейчас. Надо написать, кто я, как вы себя представляете. Очень коротко, очень, вот что всплыло в голову, как вы себя представляете, как на нетворкинге. Кто я, кто клиент, какой результат мы даем, каким способом. Я вам сейчас покажу пример, как это сделано, а вы пока попробуйте написать, как у вас. Просто что приходит в голову. Это то, что на нетворкинг можно давать. И вообще, на самом деле, это не столько для нетворкинга, сколько для себя, чтобы было позиционирование свое. Это критически важные четыре вопроса. Я вот веду личную работу в том числе. Моя личная работа полтора миллиона стоит, люди за меня за это платят. И мы с этого начинаем всегда, потому что из этого вообще все потом выстраивается. Вот и вы лучше сделаете такое. Кто успел, молодец, кто не успел, чуть-чуть попозже допишите. Я уже вам покажу примеры и ошибки, которые можете совершить. Смотрите. По дизайну. Например, кто я? Станислав Орехов, дизайнер интерьера в современном стиле. Кто клиент? Владельцы домов стоимостью от 50 миллионов в новых коттеджных поселках. Я указываю, кто я и что я хочу конкретно заказываю. Именно это ко мне и придет. Какой результат? Дизайн в авторском стиле. Здесь очень важно не рассказывать, как он будет выглядеть, а сделать картинку с описанием. То есть это уже ссылочка на портфолио. Но здесь мы просто записываем это. И каким способом? Здесь я применяю систему Best. Я о ней сейчас вам расскажу. Вы тоже можете ее применить для нахождения своей уникальности. У меня здесь в данном случае, у меня конкретно для этой услуги, это цена, качество и система. Это то, в чем я уникален. У меня есть цена, качество. Мы делаем интересные проекты. И система, то есть мы делаем это последовательно. Мои клиенты у меня за это покупают. Не чтобы в журнале напечататься, не чтобы быть какими-то лучшими среди соседей, а именно для того, чтобы решить задачи системно и цена-качество. У меня так, и клиенты приходят такие. Потому что я так выбираю, не потому что так случается. И мы можем в том числе выбирать, какие мы будем, заказывая свое позиционирование. Давайте посмотрим про бизнесу. У кого-то здесь тоже бизнесы есть, либо будут запускать. То же самое. Смотрите. Станислав Орехов, заработок на недвижимости. Владельцы домов, те же самые, стоимостью 50 миллионов рублей в новых кадажных поселок, но продукт совершенно другой. Увеличение инвестиционной привлекательности, x2, и его продажи. Например, 50 миллионов превратим в 80. Это уже похоже на флиппинг или какой-то бизнес. Клиенты те же самые, но услуга совершенно другая. И это другое позиционирование, это другая вообще компетенция. Это надо понимать, что это вообще другой род бизнеса. Хотя вроде я тот же самый, команда та же самая, клиенты те же самые, но услуга другая. И в итоге у нас новое позиционирование. Способ. Мы создадим дизайн и продадим дом за 6 месяцев. Если мы оказываем именно услугу как результат в деньгах, то значит мы должны туда подключать риэлторские услуги. Вот это логично. И это мы должны сделать заранее в позиционировании. Без этого у нас нет по сути продукта. Еще один пример. Там кто обучение запускает, например, или хочет запустить. Давайте посмотрим, какие тут могут быть результаты. Вот я в данном случае вам только что рассказал про систему 7 на 7. Это тоже один из моих проектов. И здесь у меня позиционирование, что я автор консалтинговой системы. То есть полностью готовая система. Ее можно взять, применить и делать такие разборы для клиентов и зарабатывать на этом. Кто клиент? Эксперты, дизайнеры с доходом 200 тысяч. Тоже заказываю. Кто хочет увеличить доход до миллиона в своем деле или запустить образовательный проект. То есть либо на одном из четырех, либо новый вот этот проект. Какой результат? Я знаю, как таким дизайнерам, каждому из вас, кто будет работать, можно привлечь двух премиум клиентов, либо запустить курс на 1-2 миллиона рублей. Это вот следующее позиционирование. И способ. Мы один раз делаем вместе, а потом строим систему. Это третий абсолютно продукт. И вот это все я. Но если мы это применим просто на одном сайте, это будет вообще непонятно. Поэтому мы делаем три маркетинговые стратегии, три веточки, и каждую из них делаем хорошо. Именно начинаем с той, с которой мы хотим, конечно, начинать, что у нас в приоритете. Про позиционирование понятно примерно. Очень важно сейчас, когда у нас внимание очень сильно людей ограничено, очень важно выбрать что-то одно. Если вы хотите заниматься всем, вот как я тремя вещами хочу заниматься, значит это три разные компании, три разных направления. Делать это очень просто. Используйте четыре вопроса. У вас будет этот инструмент, применяйте его для себя, либо передавайте коллегам, это тоже отлично. Следующее. Нет уникальности. Как быстро найти уникальность? Есть такая система. Best. Benefit, emotion, safety и топ. Это выгода. Первое. Экономия. Цена-качество. Конкретика, прагматика. Это когда клиент покупает именно это. И когда мы продаем именно это. Что у нас наиболее классно развито. То есть мы умеем сделать за минимум денег максимально качественно. Второе. Это emotion. То есть мы классно общаемся. У нас в приоритете именно хорошие отношения, общение, тусовка, движуха с этим связаны. И клиентам тоже нужно это. Третье. Это safety. То есть безопасность, комфорт, договоры, чтобы все функционально было. Это очень важно. И нам тоже, и клиенту. И четвертое. Это известность. Исключительность. Быть лучше других. Попасть в журнал. Ну вот похвастаться перед соседями. Здесь для того, чтобы сделать себе уникальность, можно долго не распаковываться, а всего лишь выбрать себе два из четырех. Тоже можете сделать это упражнение для себя. Отранжировать от одного до четырех вот эти показатели. Что вам считается наиболее привлекательным для вас лично, как для личности. И каких клиентов вы хотите. Я, например, не люблю какие-то вычурные вещи, слишком яркие. И интерьеры такие же. Яркие краски, картины, вау-эффекты. Ну я сам не люблю. Я не буду делать. Это не будет в моем стиле. Зачем клиенту ко мне приходить за таким? Незачем. Ну вернее, он может прийти. Я могу что-то сделать. Но это гораздо будет лучше, если им займется дизайнер, который сам любит таких клиентов, сам любит такие стили. А я, соответственно, займусь вот теми проектами, которые я показывал. Ну то есть там есть у нас интересные решения. Есть разумность подхода. Есть система. И сильно много ярких красок нет. И ко мне именно такие клиенты приходят. То есть мы затачиваем, понимая, кто мы, кто наш клиент. И это тоже вот, собственно, способ, как это сделать. Для себя можете выписать, и у вас это будет тоже работать. Третье. Нет единой стратегии продвижения. Можно сделать, создать единую стратегию продвижения. Как это сделать? Надо понять, что стратегия привлечения клиентов – это последовательность этапов, которые мы просто делаем. Что здесь вот в этом тексте, в этой табличке самое важное? Тут самое важное – выбрать какую-то одну форму. То есть как мы привлекаем клиентов? Выбрать один способ. Не все вместе, а один какой-то. И с него начать. Куда он будет приходить, надо продумать. Путь клиента. Либо он будет приходить на социальные сети, либо на какую-то посадочную. Одну тоже сделать и просто оттуда, с первой части, приземлять его на вторую. Третье. Где мы ведем блог? И тут кто-то может скажет, а мы блог не ведем. Очень плохо. Блог надо вести. Нельзя блог не вести. То есть это просто мы потеряем деньги. И чем дальше, тем больше мы будем денег терять. Поэтому кто-то, если не ведет, то самое время это сделать. И начать делать. Я тоже не блогер. Мне это вообще абсолютно неинтересно. И я не хотел это делать. Но потом втягиваешься, и когда ты понимаешь себя, такой вот лайфхак, может быть, скажу из своего опыта. Когда ты понимаешь хорошую себя, когда ты разложил для себя всю уникальность по полочкам, свою. Когда ты четко понимаешь, что тебе интересно делиться. Кому неинтересно, или кто не хочет, или кто считает, что он не блогер, опять же, по моему мнению, по моему опыту, значит, не до конца еще понимаете. Я бы копнул в себя, вытащил бы свои свойства, и когда они точно для себя понятны, ты не можешь не делиться. То есть кажется, может быть, такое странное решение, но это так. И тогда будешь делиться. Дальше, что они могут скачать, посмотреть для того, чтобы начать с нами знакомство, потому что продажи всегда идут на личные встречи. И как получить от нас пользу бесплатно. Надо придумать что-то, что у нас будет работать для того, чтобы мы могли с клиентом встретиться. Так, следующее. Это стратегия. Есть, но не наша. Это проблема, которая бывает. Смотрим. Меня блогер в интернете сказала, один курс проходил, сейчас как раз упаковываюсь. То есть это отговорки или какие-то вещи, которые не дают нам раскрыться по максимуму. Почему это плохо? Потому что мы смотрим на ребят, например, кто был на конференции. Кто-то откликается, кто-то не откликается. У кого-то можно что-то взять, кто-то думает, что у него получилось, у меня получится. Это все так, но очень важно, что нас внутри, что мы внутри можем для себя сделать и что мы можем дать. Это самое ключевое. И вот не надо идти чужим путем. У каждого из нас свой путь. Каждый из нас есть свои внутренние части, которые нам очень нравятся. И мы можем подобрать, потому что комбинации есть для всех. И вот ключ их в том, чтобы найти свою. Опять же с помощью этих упражнений. И очень важный момент, чтобы не забросить, нужно выбрать то, что нравится. Выбираем способ проявления. Я могу на сцене проявляться, я могу пост писать, я могу рилсы снимать. Почему я могу? Я интроверт в принципе, я просто так научился. Ну я взял и научился, ничего сложного в этом нет. И я много работал над собой, и каждый из вас тоже может это сделать. Я когда конференцию первую, ну я был на конференции, думаю, а почему у меня нет конференции? На следующий год я сделал свою, потому что я могу. Ну просто вот решил, я много чего не делал в первый раз, вот сделал в первый раз, и оно получилось. Ну и вот вы здесь через 13 лет. И да, и так можно. Никто не запрещает. Вообще никто ничего не запрещает. Можно все. И это смысл как раз продаж вообще в итоге для премиум клиента. Когда мы это поймем для себя, когда мы поймем, что мир в целом для нас, для каждого из вас, что нет каких-то вот таких вот людей или каких-то вот таких, что мы все на одном уровне, и просто каждый выбирает, где быть. Там или здесь. Это просто наш выбор. Дальше нет веры, что получится. Это туда же. Очень важный момент. Многие люди тоже подходят, ну или я общаюсь. И вот видно, что человек настолько потенциально классный, но вот он не может раскрыться. Эти глюки можно убирать. И нужно убирать на самом деле. Как это убирать? Первое — это логикой. Самый простой способ, кто логики. Ну вот у меня так. Я могу убирать сам себя, могу прорабатывать достаточно легко. Мне не нужны там коучи, психологи особенно. Нужно по запросу, когда я формулирую. Но в целом можно это делать. То есть надо посмотреть, кто уже так делает. И я думаю, что если он делает, и я, значит, могу. Я выбираю делать, как он делает, и делаю. Но если у кого-то не получается, ничего страшного. Есть психологи, коучи, наставники. Любой хороший продавец, который умеет продавать, это тоже продавец. Просто записывайтесь на разбор. Сейчас в интернете столько всего бесплатного. Просто записывайтесь. Вам не заставляет никто покупать. Можно идти платно, если хотите. Можно бесплатно. Можно по бартеру как-то идти. Это неважно. Главное, чтобы увидеть в себе, что у нас не работает, не получается, и поверить, что получится. Когда ты признаешь, что у нас есть проблема, ты не становишься слабже, как это ни странно. Ты становишься очень сильным в этот момент, потому что ты ее идентифицировал и можешь ее решать. У тебя возникают инструменты. Самое печальное, когда человек приходит, я тоже стою на стенде, мне человек приходит, например, рассказывает, почему у него не получится. То есть зачем-то он тратит время, чтобы мне рассказать, что у него не получится. Что ты делаешь? Зачем? Ну я, конечно, слушаю, улыбаюсь, да, ну да, у тебя не получится. Ну как бы ты сам так решил. И он даже не спрашивает, ну что делать. Я говорю, ну логичный вопрос, я что-то стою, можно мне задать, а я это уже делал. Здесь надо наблюдать со стороны, не сопротивляться. Здесь очень важная еще вещь, что не уйти в долгую проработку. Могу тоже по своему опыту сказать, что не надо годами ходить к психологу. В целом трансформация идет нормально за 24 часа, если мы убираем сопротивление. За один сеанс уже можно сделать результат. Если не делать, значит что-то не то делаете. Или не с тем. И скорость трансформации зависит от готовности. То есть если мы готовы, если идем с намерением к специалисту, то мы можем это убрать. Шестое. Не хватает навыков. Здесь можно спросить, убрать гордыню, слушать критику. И тут очень важный момент, что сами мы не можем себя идентифицировать. То есть если мы пишем текст, мы не можем понять, насколько он классный и хороший. Мы можем только отклик от мира получить. Но если мы получаем отклик от мира, то мы уже теряем деньги. Можно заранее написать и отдать кому-то. Другу, подруге, тоже коучу, наставнику. Не важно кому. Просто соседу сказать. Посмотрите, пожалуйста, как у меня. И здесь самая главная опасность. Это, наверное, самое важное. Самая главная здесь опасность называется выученной беспомощности. Знаете, что это такое? Если не знаете, это самая критически проблемная вещь. Она психологией изучена. Можете погуглить, посмотреть. Это когда мы что-то делаем, и мы начинаем себя винить, что мы какие-то не такие. И чем больше мы делаем, и чем больше мы себя виним, тем больше у нас не получается. И поэтому лучше убрать гордыню и спросить у кого-то. Мой рост в дизайнера перешел именно так, когда я это делал. Я нарисовал какой-то классный интерьер, принес своего руководителю. Я работал в архитектурной студии. И говорю, посмотрите, что я сделал. Он говорит, ну, нормально, но вот я такой так. И вот с этого момента мне было очень интересно. И он меня за 10 минут просто разнес пух и прав. Но за эти 10 минут я стал дизайнером. Я вообще все понял. У меня все, что было разложено неправильно, оно все сложилось, и я все понял и все сделал. Я прям помню этот момент, когда вот это все сошлось. Поэтому здесь убираем это все к черту. Я очень люблю, когда мне говорят, где я неправ. Потому что за счет этого я расту. И нет регулярности. Последняя седьмая ошибка и проблема, которую можно сделать. Здесь мы просто внедряем план-отчет на каждый день. Да, я вам сейчас даю достаточно простые штуки, но реально больше ничего не надо. Вот больше ничего не нужно. Если это делать, это все будет работать. Завести группу, да, сразу можно в соцсеть писать, можно одно ключевое дело в день делать какое-то и описывать, и все будет работать. Контент какой писать, тоже выдумывать ничего не нужно, если там мы блогер. Просто описываем, что с нами происходит. Ходили на конференцию, узнали три ключевых вещи. Вот как я их применю, а вот это не применю. Этот спикер понравился, этот не понравился. И почему? Именно исходя из наших мыслей и пожеланий. Здесь ничего не надо придумывать, не надо быть блогером. Просто расскажи, просто текстом, либо рилсом, неважно. Не пытаясь работать на кого-то, работаем на себя. И когда мы все это сделали, пойдут те самые клиенты. Почему? Они увидят нас. Потому что другие дизайнеры, они пытаются на кого-то быть похожими. Они в этот момент не похожи на себя. И в этот момент у них нет того самого, ради чего клиент приходит. Клиенты мечты приходят, когда мы выбираем их. Не когда мы кастдевы какие-то проводим или исследуем, или вот смотрим, идем за рынок. А когда мы выбрали, с кем мы хотим работать, и работаем с ними. Потому что мы показываем, что мы для этих клиентов, вот так вот мы помогаем. И нам легко с ними работать. И секрет в том, чтобы сделать все по уровню осведомленности, поняв свою уникальность. И все. Когда мы это сделаем, у нас будут заявки. Достаточно простой механизм. Теперь по продажам. Что такое продажа? Понимаем потребности клиентов, что им важно, и что важно тебе. Об этом я говорил. Нельзя просто продавать всем, кому угодно. Нам должно быть удовольствие доставлять. Для этого мы понимаем, кто мы. И когда мы понимаем, кто мы, это нам дает позиционирование, внимание, доверие, сервис, лучший продукт. И мы являемся номер один для клиента, и для себя, и вообще в целом в мире. То есть сужение ниши, сужение позиционирования дает нам очень классную выгоду. И отличие от всех остальных. Это приносит нам больше клиентов. Нам не надо пытаться всем помочь. Ошибки позиционирования. Какие бывают? Первое, это страх идет. Что мы вот боимся, что у нас, мы сейчас сузим нишу, расскажем, кто мы есть. И вот остальные к нам не придут. Жадность. Тоже взять побольше мы хотим. Вот всех мы хотим объять необъятное. И непонимание того, что я сказал выше. То есть просто нет понимания, как люди выбирают. Если сделаете все так и есть, и уберете эти ошибки, то клиенты будут приходить. Просто такой закон. Будут приходить свои люди, если мы сделаем и поймем, кто я, и кто мой клиент. Видите, минусы, палочки, и в одну и в другую сторону. И вот плюсики, это где мы соединяемся как раз. Они нужны, и нам не будут приходить. И суть в том, что им даже и продавать-то особо не надо будет. Потому что они уже все купили заранее. Секрет отличных продаж в том, что клиенты купили все заранее. Та же самая система BEST здесь вам поможет. Используем для того, чтобы сделать это совпадение. Здесь напоминание. Теперь некоторые базовые аксиомы. Продажи — это просто, когда есть ясность. Привлечение клиентов стоит денег и внимания. Нельзя отдавать это кому-то. Это в любом случае мы должны делать. Волшебный маркетолог — это миф. Если какой-то партнер есть, это тоже хорошо, конечно, но это на время. Здесь мы не должны отдавать самое ключевое в своем бизнесе на откуп кого-то. То есть надо принять решение маркетингом и продажами заниматься самостоятельно. Именно лично. Ответственность. Личная наша ответственность нашего благополучия. На нас. Еще раз повторю, на нас. Можно ли как-то делегировать? Да. Но ответственность на нас. Никто не придет волшебно и не сделает. А если сделает, то он еще там пять человек таких, как вы возьмете, он будет продюсером. И еще один последний момент. Кто-то гарантии хочет. Нет никаких гарантий. Это просто статистика вероятности. Мы можем только повышать каждый из этих элементов, действуя по системе, и тогда будет больше вероятности того, что у нас все получится. Но, как правило, если это делать, если у нас время неограничено, и мы стараемся, то результат он неизбежен. Вопрос количества попыток. И самый главный вопрос, если мы делаем все как надо и спрашиваем других, как надо делать. Правильно ли мы пишем тексты, правильно ли мы все это делаем. Тогда у нас нет вот этой выученной беспомощности, и у нас все равно будет получаться рано или поздно. Теперь давайте по продажам, как клиент видит это все. Есть так называемый вот этот обратный отсчет. Смотрите. Почему обратный? Потому что вот эти семь этапов проходит клиент любой. Снизу вверх. Внимание, доверие, тест-драйв, встреча, предпочтение, удивление и решение купить. Эти этапы, они так или иначе есть. Кто-то их проскакивает, кто-то прям внимание и доверие и сразу продает. Так можно, но конверсия уменьшается. Кто-то действует именно последовательно, внедряет это все в отдел продаж. Так можно, и конверсия увеличивается. В любом случае эти этапы важны, и я сейчас вам покажу почему, и дам рекомендации по каждому из этого этапа, чтобы вы точно могли продать. Я так делал много раз, всегда люди покупают, всегда. Конверсия практически 100% вот из этого. Смотрите. Первая часть — это проявляться. Внимание. Здесь нам нужно продать причину, продолжить сближение с клиентом. И что тут можно делать? Размещение на досках объявлений в галереях. Я первые свои проекты просто в интернете выкладывал. Люди видели в галереях и приходили, покупали. Причем зарубежные клиенты, потому что я выкладывал, знаете где? На зарубежных досках. Я просто зашел в интернет международный и там стал выкладывать. Меня стали покупать из Европы, из США. Так тоже можно. Никто не запрещал. Я просто так сделал. Сейчас рилсы работают, YouTube, выступления на сцене в местах скопления клиентов, нетворкинг, мероприятия, партнеры. То есть здесь выбрать, как мы говорим, одну какую-то часть и сделать ее хорошо. Не обязательно идеально, просто делать ее регулярно. Можно… Нет, не нужно несколько делать. Возьмите одну. Дальше. Когда вы проявляетесь, мы вызываем доверие. Следующий момент. Окей, мне интересно. Здесь, смотрите, какая штука. Нам нужно мотивировать клиента что-то написать, что-то сделать, как-то раскрыться. Это сделать можно только единственным способом. Кроме классной работы, классной картинки, нам нужно вызвать немножко доверие. Вот, допустим, как я вначале показывал. То, что я нормальный человек, что в целом с нами можно общаться. И когда мы сами раскрываемся, мы мотивируем клиента раскрыть. Мы всегда сначала сами даем, а потом получаем. Такой вот базовый принцип. Многие его пропускают и зря. Потому что тогда мы лишаемся доверия. И если мы доверие лишаемся, мы работаем только на выгоде. А на выгоде работать тоже получается не всегда классно, потому что деньги дополнительно идут у нас через эмоцию. Причина клиенту проявиться, тоже надо нам поработать с этим. Зачем ему проявляться? Например, пройти тест, прочитать статью, получить чего-то, подборку, поставить реакцию, stories, лайк, подписку какую-то сделать. Мы видим, что человек проявляется. Он уже чуть-чуть мотивировался. Причем, что очень важная вещь, мы делаем больше действий, чем он на этом этапе. Но за счет того, что у нас они автоматизированы в интернете, у нас больше людей это видят. То есть мы вкладываем все больше, но больше людей это видят, а клиент складывается меньше. И тогда этот баланс нарастает потихонечку. И мы переходим к следующей части, организовать встречу. Я никогда не рекомендую вам отправлять что-то клиенту. Когда мы что-то клиенту отправляем, коммерческие предложения, какие-то раздаточки, какую-то подборочку, это все лишнее. Сразу же надо встречаться. Потому что на встрече мы делаем продажи. Если вы хотите деньги, надо встречаться. Если вы хотите деньги, надо научиться встречаться и общаться. Это прямо критически важно. Все, что давайте так больше 100 тысяч рублей стоит, надо встречаться. Потому что если вы не будете встречаться, это услышат другие люди, они будут встречаться. Просто таковы правила жизни. Надо с клиентом встречаться. Потому что когда вы встречаетесь, вы продаете. Когда вы что-то отсылаете, клиент говорит, ну спасибо, я подумаю, и еще встречается с другими людьми. Да, все это я рассказываю. Не в том случае, если клиент приходит по рекомендациям, естественно. Если клиент приходит по рекомендациям, это хороший бонус. Пусть это будет, но мы говорим о том, чтобы выстраивать систему. Нам нужно сделать здесь квалификацию для встречи. Потому что со всеми встречаться не наездимся. Выберите себе регламент, по которому будете это делать. И тогда можно встречаться только с теми, с кем хотите. Но тут тоже бывают обманки. Кто-то заказывает на комнату квартиру, а потом целый дом. Поэтому нужно это научиться вычислять. Пятая часть. На встрече узнать предпочтения. Самое важное на встрече не консультировать и не пытаться решить проблему клиентов. А первая встреча именно узнать предпочтения и собрать данные о клиенте. Для чего это делается? Вот здесь, наверное, самая хитрая штука. Самая хитрая. Здесь мы себе, по сути, добавляем дополнительную стоимость. Если мы встретимся с клиентом еще раз, либо на этой же встрече можем его вдохновить так, чтобы он вдохновился и такой, вау, классная идея. И сразу же он перешел на следующий уровень. Это очень хорошо. Но лучше всего, особенно для премиум клиентов, сказать, Иван Иванович, я все понял, классно, у меня уже родилось много идей. Я сейчас поеду домой или в офис со своей командой, мы поштурмим, через два дня давайте встретимся. У меня уже идеи набрались. Он это оценит. Через два дня он еще встретится. Он уже встречается с вами как с хорошим другом. Это не какой-то один из дизайнеров с интернета, а уже человек, который он провел целый час, все выдал, и теперь он слушает вас как друга. То есть вы, ну, как второе свидание с девушкой, то же самое, да, не с первого раза идешь, а со второго, с третьего. Ну, то есть это окей. Если у нас цена на несколько миллионов, это стоит делать. И так мы цену себе набиваем. И очень важно здесь не консультировать, а только собрать данные. Дальше сказать, я все понял, я скоро приду. Мы презентуем решение. Если вы суперэксперт, либо клиент лояльный, да, можно сразу, но лучше все равно за две встречи. Здесь что мы делаем? Мы ни в коем случае не говорим, сколько это что стоит. Мы ждем, пока клиент скажет, мне все устраивает, как с вами поработать? Вот до этого момента лучше ждать. В этот момент можно уже рассказывать. Но это тоже не все. Нам нужно презентовать наше предложение. Как мы презентуем предложение? Мы делаем так, чтобы клиент, он вдохновился. Чем больше мы вдохновим, здесь мы должны поработать именно от презентации такой базы. Чем больше мы вдохновим, тем больше он поверит в это все, тем больше и лучше он заплатит. Но это, естественно, касается клиентов, в которых есть деньги. Потому что мы понимаем, что стоимость любого дизайн-проекта она ничтожена мала по сравнению со стройкой. И здесь, по сути, чем больше мы проводим времени, чем больше мы оттягиваем момент заключения сделки, тем потенциально мы можем больше повлиять. Это очень важный момент. Но для того, чтобы это делать, естественно, нужна клиент-ориентированность. Естественно, все, что мы слышали. Мы должны это уметь. Но это тоже путь к большим деньгам. И еще очень важный момент – это дать себе право сделать предложение и взять с него деньги прямо сейчас. Люди это ценят. Они ценят, когда мы ответственно, спокойно берем с них деньги. Я говорю, ну что, все устраивает? А на что, заключаем договор? Он говорит, ну да, заключаем. Почему? Потому что ранее, когда мы обсуждали, мы его наделили такими качествами в общении, по которым он ему уже стыдно будет отказаться. И если мы не заключаем целиком договор, мы можем заключить на планировку, на техническое задание, на что-то. Вот что можно по частям сделать. Но по-любому нужно уйти с деньгами либо с предоплатой. Это следующий тоже этап. Это тоже можно делать. То есть давайте, хорошо, мы уже потратили с вами 2 часа времени, давайте это все хотя бы оформим. Хорошо, мы уже сделали концепцию, давайте вот, ну, чтобы дальше двигаться. Ну, понятно, что может все и не надо заказывать, но давайте вот следующий этап сделаем планировку или что-то еще. Вот, как правило, даже этого и не надо, но у нас должно быть это все встроено заранее. Тогда будут продажи. И самый главный секрет про продажи – разрешить себе с клиентом быть на одном уровне. Нет каких-то супер клиентов, как маленьких или как больших. Я вообще так людей не воспринимаю. Мне вообще не важно, сколько он зарабатывает, какие у него объекты. И он это видит, он это чувствует. Если он не прав, я ему скажу, не, ну, слушайте, вот, я ему не скажу, что так нельзя, я скажу, если так сделать, то будет вот это. Если так сделать, то будет вот это. Обычно, особенно премиум клиенты привыкли, что все их слушают и говорят, как он говорит, а они делают. То есть они находятся в такой вот более уязвимой позиции. Все хотят подрядчикам помочь. А когда ты говоришь, нет, лучше так не делать, и объясняешь обоснованно почему, он такой, вау, это интересно. Поэтому здесь не надо пытаться продать, не надо, чтобы нужда была, просто будьте собой и действуйте по плану. То есть вот этот план, который я сегодня вам дал, если просто по нему действовать и иметь внутри стержень, который позволит вам быть на одном уровне, все будет получаться в 100% случаях. Не может по-другому получиться. Если где-то что-то не получается, мы где-то накосячили. И это не клиент не такой отказался или что-то, а где-то у нас сидит внутри залочка, которую просто надо убрать, посмотрев на нее со стороны. Чем могу быть полезен? Помогу найти клиентов, обычных и премиум, систему студии, команды, кому нужно, выступать на сцене, проявляться, запустить свой образовательный проект, быть уверенным, продавать кому угодно, что угодно. На вип-дне мы эти все темы разберем. Завтра кто идет, с удовольствием с вами пообщаемся. Да, молодцы, вижу. Кто не идет, можете еще записаться. Целый день мы поработаем с вами, потренируем вас, потренируем продажи. Вместе пообщаемся. Я покажу, где ваши, может быть, залочки. Вы увидите друг у друга, потому что у соседа всегда виднее. И можете развить эти навыки. Да, вот это можете сфотографировать, подписывать. Смотрите, я открыт для общения, честно скажу. Я сейчас запускаю свой проект, и мне очень интересно помогать людям. Поэтому можете мне в личные сообщения писать. Я с вами тоже пообщаюсь. И подходите на стенд. У нас есть, конечно, книга. Там осталось несколько штук с автографом. Сейчас тоже вам дам. В принципе, у меня на сегодня все. Я чуть-чуть из тайминга вышел. Но, надеюсь, меня не проклянут. Я даже хочу тебе несколько вопросов задать. А полезно было? Конечно. Самое главное. Стас, ну как это может быть? Подожди, давай. У нас есть вот... Я чуть-чуть заложила тебе времени. Давай сейчас какие-нибудь... Только блиц. Давай хаверз. Так, 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 так. Господи, сколько вопросов. Как не потерять в себе творца, когда настраиваешь бизнес-процессы? Спрашивает Анастасия. О, хороший вопрос. Это разные зоны работы мозга. Можно делать так. Так, половина дня одним занимаешься, половина дня другим. Или день на творчество, день на процессы. Пожалуйста, так. Используешь ли ты искусственный интеллект в дизайн-проект? Нет, не использую. Не нужно искусственный интеллект. Я только что говорю, что за личное общение. Чем больше искусственный интеллект, тем ценнее личное общение. От Анастасии тоже. Как быть с этапом личной встречи, если клиент работает удаленно? Отлично. У меня клиент в США. По Zoom связываешься и все. Просто нужно в два раза больше харизмы. Да, харизма, она чувствуется откуда угодно. Хоть через экран. Через экран нужно в два раза больше. Правда. Кто тебе такое сказал? Как ты? У меня вебинаров 500 штук. Да? Какой харизматичный сидит. Бл-бл-бл-бл-бл-бл. Оживьем вроде ничего. Я не про тебя. Это так. Я хороший там и там. Ты харизматичен вообще на 500%. Так, еще вот вопрос какой-то был. Какие еще бизнесы, идеи у вас планируются? Над чем сейчас работаете? Ну, сейчас у меня основная тема – это система 7 на 7. Мне интересно. Я сейчас не столько дизайном занимаюсь, я уже вышел из этой темы, потому что мне интересно развивать. Вот эта же система, она для всех подходит, для любых предпринимателей. Вот у меня сейчас в основном предприниматели, которые хотят развить свой бизнес, эксперты, наставники, психологи, торологи, кто там еще, волшебницы, прости господи. Это кто-то рестораном занимаюсь, да. Нет, серьезно, волшебницы приходят и все подходит. То есть я говорю, я вот не лезу, что вы там продаете, вот гадание или что-то еще. Систематизация волшебства. Душу или души, да. Вот это все тоже. Это отлично работает, прекрасно. Я говорю, вот система подойдет, берите, пожалуйста, делайте. Какая прелесть. Вот тут вопрос задают, в чем уникальность? Стас, вот расскажи прям, не знаю, в чем твоя уникальность? Как ты себя презентуешь? А, у меня, ну давайте несколько, хорошо. Давайте так, это ценности можно сказать. Ценность у меня инструментальная, системность. Я от природы очень системный человек. Так у меня мозг работает. Второе, я хочу всегда что-то изобретать. Я не столько деньги зарабатываю, сколько мне интересно, прикольно вот что-то новое сделать. Я постоянно что-то новое даю. Третий момент, это честность. Я патологически не выношу неправду. Почему? Потому что, ну, в целом, если ты обманываешь, значит, ты не можешь по-нормальному сделать. Значит, с мозгом что-то не то. Сделай по-нормальному, честно. И поэтому я всегда честен во всем. И, наверное, что самое основное, я достаточно открыт. И я, у меня нет такого зависимости от чужого мнения. Если где-то что-то не так, или я ошибся, я скажу, ну да, так бывает, я ошибся. И чего? Я от этого хуже не стал. Абсолютно нет. У меня нет никакой зависимости от чужого мнения. Но наоборот, я люблю спрашивать, что со мной не так. И всегда нахожу, что улучшить. Станислав Орехов, ваши аплодисменты. Стас, спасибо тебе большое за то, что ты все систематизируешь. Тебе тоже, подожди, есть подарки. Давай я тебя тоже в центр. Наконец-то подарки. Спикеру подарки. Давай сюда. Подарки. Смотри на Андрея. Пока вы фотографируетесь. Я сейчас орг информацию. Друзья мои, у нас сейчас с вами перерыв. Я предлагаю 45 минут. Давайте перерыв. В 16.45. Игорь Куркин. Я забираю Стаса, забираю безверху. И мы идем фоткаться. Да, мы сфоткаемся. И я возле выхода в кустах около фикуса. Подходите на сцену. В кустиках ищите Станислава. Все, 45 минут. Мы встречаемся у сцены. И через 15 минут у нас будет кураторская экскурсия от Екатерины Дятловой. Тоже у малой сцены. Присоединяйтесь. Там увидите, пойдет толпа по стендам.